Девушки отдыхают И сегодня у меня в очередной раз посетило меня вдохновение И я захотел записать своего рода бортовой журнал Бортовой журнал мотоцикла Поэтому у нас сегодня будет такое разговорное видео В котором я расскажу о том, что изменилось со временем моего покупки этого мотоцикла Что я делал с ним, ну и вообще, что я сейчас о всем этом думаю Сейчас заканчивается сезон 2022 Я, в принципе, закроюсь, наверное, где-нибудь в октябре Потому что сейчас уже, наверное, будут самые последние теплые дни Дальше уже будет погода все хуже и хуже И кататься все менее в кайф Получается, что вместе с сезоном 2022 Закрывается мой третий сезон на этом мотоцикле В настоящее время пробег мотоцикла составляет 62 тысячи километров Покупал я его, когда у него был пробег 45 Получается, наездил я 17 тысяч километров за три сезона Наверное, сейчас многие из вас скажут, что это очень мало Те, кто выкатывает там по сезон 20 тысяч километров 15, 30, там, не знаю, сколько угодно Да, может быть, в какой-то степени это и мало Но я, как человек, который катается исключительно в Москве Да-да, я именно тот самый тип, который вот Тусит на ВДНХ, пьет кофе И ездит никуда дальше, чем в собственной даче Поэтому мне кажется, что такой пробег это нормально Ну, в общем, давайте к делу Что же было сделано у нас за три сезона И что было с этим мотоциклом Ну, перво-наперво я его весь покрасил Я... Вы можете подумать, что особо отличий нет Но, в принципе, все, что я сделал, это все черные элементы Просто освежил То есть, это было переднее крыло, уши, фальшбак Вот эти крышки Но им, правда, уже немножко они пострадали от заднего пассажира Ну, ладно, бог с ним Заднее крыло Вот эти насадки на выхлоп И уши радиатора Я все это освежил, заново покрасил в черный Ну, потому что я решил, что у старого владельца Ну, то есть, со временем, понятно, мотоцикл не молодеет Все это было после старого... Старых владельцев Такое чуть-чуть пошорканное, поцарапанное Я решил, что я это освежу, чтобы этот мотоцикл обрастал моей историей Боевыми шрамами и царапанными, которые он получил вместе со мной Назовем это так Причем, здесь вот уже, как бы, поцарапано частично Кто-то мне говорил, что что-то не обтянешь его в пленку Ну, не знаю Вот я вот не фанат пленок и всех вот этого сервантного хранения То есть, я считаю, что если ты пользуешься вещью, как бы, нет ничего вечного И если ты пользуешься вещью, то она постепенно стареет Она стареет, она покрывается следами эксплуатации, и это нормально Ну, то есть, я, наверное, тот человек, который телефон в чехле не ношу Потому что считаю, что каждая вещь должна... Ну, то есть, она не должна выглядеть так, как будто ей не пользуются Все должно покрываться своими шрамами Все должно покрываться своей историей В общем, обновил я краску Затем Что еще было сделано? У меня была проблема с охлаждением То есть, в прошлый и позапрошлый сезон, в горячую погоду, он очень сильно грелся Я думал, что это особенность этого мотоцикла Но, как оказалось, это ненормально Потому что я спрашивал у других чуваков, у них этот мотоцик так сильно не грелся То есть, у меня прямо доходила до красной зоны, загоралась лампочка Сняли, почистили радиаторы, поменяли антифриз Все это дело помыли, продули, поставили И в этом сезоне вообще проблем нет То есть, даже в самую жару, как бы, ну, температура чуть-чуть залезает за среднее значение Но, в целом, все окей Значит, что еще? Сейчас пробег 62 По мануалу необходимо где-то на 45 Проверить зазоры клапанов Этой зимой эту процедуру делали Значит, снимали крышки, смотрели зазоры Сняли, посмотрели, собрали назад Вот, и все, то есть, как бы, за, наверное, пробег был где-то 55 к тому моменту За 55 тысяч зазоры не ушли, все в допусту Что еще? Этой весной поставил прижимную пластину от PowerBike Это наши русские умельцы, которые делают аналог барнтовской прижимной пластины Сделал я это из любопытства, потому что мне говорили до этого Что сцепление VMAX имеет свойство буксовать Если откручивать сильно, я, если честно, в прошлых сезонах особо это не чувствовал Потому что, наверное, прикатывался и знакомился с байком Решено, решил поставить На всякий случай В итоге Сейчас расскажу, чем закончилась вся эта история В итоге мне сказали, что Давайте немножко сейчас по-другому Есть два метода решения про буксовки сцепления на VMAX Даже, наверное, три метода решения Первый метод Многие ставят вторую прижимную пластину Там, где стоковая плита сцепления Но это эффект эффективно, но грозит тем, что становится очень тугой рычаг Второе решение Поставить прижимную пластину типа Барн Тогда рычаг умеленно тугой Он, конечно, не такой, как на стоке, но и не какая-то чугунная штука И третий вариант Центробежное сцепление Есть центробежное сцепление Это такой диск большой Там каретки, которые В зависимости от скорости вращения мотора Они все сильнее и сильнее прижимают Эта штука стоит где-то 600 долларов В принципе, и при этом выжим там сохраняет очень легкий Решение, наверное, самое такое ультимативное Но не дешевое Я выбрал PowerBike Причем выбрал случайно Мне попалась их реклама Доставка была там за несколько дней Стоила это 9 тысяч рублей Я такой, дай-ка я попробую Поставил от PowerBike Чуваки с VMAX Форума мне говорили, что в принципе Как бы там чуть-чуть она улучшает прижим Но самое лучшее, что она может здесь сделать Это побережет твое сцепление И увеличит его ресурс Значит, в этом сезоне я таки В этом сезоне я наконец-то узнал, что такое буксующее сцепление Произошло это, наверное, потому что я уже окончательно вкатался в мотик И этот сезон был жаркий на прострелы И вот эти вот ураганные катапультные выстрелы со светофора В режиме нон-стоп Сцепление не выдержало и закончилось Я поставил новый комплект сцепления И посмотрим, как сейчас он будет вести себя в сочетании с прижимной пластиной Вообще, я должен вам отметить, что новое сцепление это вообще просто нечто То есть я забрал мотик И это что-то невероятное То есть такое ощущение, как будто просто абсолютно новый мотоцикл Прям вспоминаешь, что такое нормальная стабильная тяга На любом количестве оборотов На любой передаче Так, что еще было сделано За три сезона я убил две пары задних колодок Они кончаются стремительно быстро А вот передние колодки до сих пор те, что достались мне от старого владельца Причем я купил новые Так светил, смотрел, думаю, вроде кончаются Приехал в сервис, привез им новые колодки Они говорят, что там еще половина Я такой, странно То есть передние колодки какие-то бесконечные Что еще было сделано? Ну, всякие там фильтры, свечки Это я упоминать не буду Это понятно Это как бы стандартные процедуры Что значит, кроме сцепления Какие были проблемы? Была проблема с перегревом Она, видимо, была вследствие плохого Ну, уже забитого радиатора После того, как его почистили, вся проблема ушла Есть проблема, я вот не знаю Она такая имеет Вот, например, сейчас Значит, вот здесь вот Это датчик нейтрали Вот здесь вот должна показываться N Но тут сейчас пустой квадратик Не горит лампочка нейтрали И мотоцикл не заведется Пока я не выжму сцепление То есть он думает, что сейчас стоит на передаче Хотя он стоит на нейтралке Значит, я уже заказал новый датчик Он доехал, но буду ставить между сезонами Вообще, насколько я знаю Это тоже такая классическая проблема Причем не только в Ямаксах, а Ямахе в целом Почему-то эти датчики, они у них не отличаются надежностью Да и в целом все Ну, то есть, как бы Сцепление Но здесь это расходник Датчик нейтрали В принципе, он стоит не так дорого Я уже заказал новый Ну и дальше, чистый расходник По резине Кто-то там говорил, что Стирается быстро резина Но вот мне с моей манеры езды Вот баллона хватило на три сезона Вот сейчас я его уже докатываю Ему как бы уже конец Почти превратился в слик Так что на следующий сезон надо менять Вот передний баллон, я думаю, тоже надо будет менять заодно Потому что он уже подходит Из такого, наверное, это все Теперь пару слов о впечатлениях о мотоцикле за три сезона К чему я пришел, каким выводом И, может быть, что-то переосмыслил с того момента последнего Как я вам снимал его Ну, значит, перво-наперво я ответил для себя вопрос Надо ли мне его шить Ну, то есть, есть две позиции Первая, ездим на стоковом VMAX И вторая, вторая позиция Вы никогда не узнаете, что такое VMAX 1.7 Пока его не чипанете Я долго думал делать это с ним или не делать Шить или не шить В итоге решил, что не буду шить Мне это не нужно Почему? Во-первых, жалко выхлоп Чтобы полностью чипануть VMAX Значит, нужно поменять выхлоп на прямой Возможно, наверное, банки можно оставить как-то Но вот вопрос Потому что, по-моему, в них резонаторы тоже есть Жалко выхлоп Затем нужно убрать рестриктор Поставить фильтр нулевого сопротивления Перешить мозги Ну и получится у тебя повозка сатаны Делать я этого не стал Потому что, ну, во-первых Вот это ограничение на первых трех передачах на 30% Мощности мотора Ну, то есть, мне кажется, не зря это сделано Даже на стоковой На стоковой прошивке Колесо на первых двух-трех передачах буксует Ну, то есть, типа, можно убрать этот ограничитель Но смысл зацепа такого-то не поймать Не поймать такого зацепа на обычной резине На обычном покрытии Ну, и, типа, в стандартных условиях, как мы катаемся Смысл Лишний раз подрифтить Пожечь резину, ну, такое Второе, как бы, что дается вместе с перепрошивкой Это снятие ограничителя максимальной скорости Ну, опять же, я очень редко, наверное Наверное, всего несколько раз Доходил до отсечки на этом мотоцикле Там сколько? 232, 235, что-то такое Пару раз, наверное, у меня это было Поэтому я не вижу смысла То есть, я не езжу на таких скоростях Наверное, вот, стандартным, во что я разгоняюсь Более-менее часто Это, типа, 180-200 А дальше, ну, редко Поэтому, зачем? Вместе с прошивкой, как бы, увеличится расход топлива Плюс у многих появляются какие-то периодические ошибки Там что-то загорается у чек-энжена Какая-то еще фигня Ну, там зависит от прошивки Но, опять же, зачем этот лишний головняк? Затем Каким выводом я еще пришел Покатавшись три сезона на этом мотике? Неожиданно для себя Я осознал, что, как бы, это не один и два Здесь намного лучше рулежка с торможением Но Я неожиданно в этом сезоне Я узнал, что это Очень жесткий, агрессивный мотик По отношению с Ну, то есть, обратной связи с райдером Как я это понял У меня Гонял Прокатался на нем знакомый чувак Плюс в этом сезоне Я прокатился на Нескольких мотиках Там, в том числе, бусе И вот И буса по сравнению с этим Это просто милый котик Потому что Ты реально даешь ей ручку поворот И она поворачивает Ну, то есть, типа Она выполняет твою команду Вот эта штука тоже выполняет твою команду Но при этом он постоянно с тобой как будто борется То есть, ты поворачиваешь И у тебя прям постоянно сопротивление в руле Ты должен постоянно его додавливать Чтобы он выполнял твою команду Причем, когда я езжу на нем, вот Типа, постоянно Ну, я не обращаю внимания А когда я сел вот на него после бусы Это был такой просто колорит Это была такая дикая разница Я сел, и у меня была мысль такая Господи, что это за жесть Просто Он, типа, отдача на газ Отдача на торможение Отдача на руль Все это вот прям такое Острое, резкое Но в этом, наверное, и есть этот кайф мотоцикла Который вот мне нравится Потому что ты чувствуешь, что он с тобой взаимодействует Ты чувствуешь работу с этим мотоциклом Он, не знаю, как будто живой То есть, он не такой покладистый, наверное Как другие мотики Но вот Он дает вот эту вот эмоциональную составляющую Я сейчас говорю не про динамику Не про разгон А просто вот про само ощущение управления этим мотоциклом Про взаимодействие с ним Не знаю, поймете меня или нет Ну, мысль вот такая К третьему сезону эксплуатации этого мотика Я, наверное, уже к нему полностью привык И я понял, что именно это тот мотоцикл Чтобы получать от него полный спектр эмоций Полный спектр удовольствия Ты не должен его бояться То есть, первый сезон я аккуратничал Но вот К третьему сезону Когда я, в принципе, наверное, уже познал на нем все И вот эти вот Резкие старты И вот немножко дрифта К третьему сезону Когда я уже познал вот эти вот выстрелы со светофора Пробуксовку Управление Взаимодействие с ним каждый день В городском режиме Как мотика на каждый день Вот Когда ты перестаешь его бояться Когда ты Как бы работаешь с ним Как с единым целом Тогда ты получаешь от него полное удовольствие Когда ты перестаешь бояться вот этих сносов заднего колеса Когда ты начинаешь ему доверять Когда ты понимаешь, как все это работает Именно тогда ты получаешь от него Полный спектр ощущений Вообще В качестве, наверное, послесловия Я буду закругляться сейчас В качестве послесловия Я хочу сказать, что Этот байк меня удивляет Удивляет он меня тем, что Вот я на нем езжу И не надоедает Ну прям вот вообще вставляет Каждый раз Как в первый раз Вот когда вот Сцепление подустало Я ездил Я такой думаю Что-то как-то уже не то Как будто и тяги не хватает И мощности не хватает Поменял Недели не ездил Потом стоял в сервисе Сел Вообще просто как с нуля Эмоции полные штаны Короче Видимо это мой мотоцикл И как бы Менять его на что-то Ну Я думаю, что Менять не на что Потому что Меня он полностью устраивает Вот и все, наверное Это вот все, что я хотел вам рассказать Ну что, друзья До новых встреч С вами был я Мистер Бумакс Хорошего вам закрытия сезона Берегите себя Ну и Получайте удовольствие от мотоциклизма Ведь это круто Кроме дрифтеров Которое мешает снимать Которое мешает снимать Я тоже так умею Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok